Здравствуйте! На канале ВКТ время новостей о событиях понедельника, 10 июня. Вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. Пострадавшим в ДТП туристам помогут и в возвращении домой, и в отдыхе без затрат. Глава Сочи навестил их в больнице. Две улицы больше суток оставались без света. Кто возьмет под контроль проложенные застройщиками кабели, решали на планерке главы Сочи. Рынок на земле для ИЖС. Торговые павильоны рядом с пляжами ждет тотальная проверка. В Сочи высадился звездный десант. На курорте открылся юбилейный кинотавр. Пострадавшим в ДТП туристам окажут всестороннюю помощь, в том числе в вопросе возвращения домой и в организации дальнейшего отдыха без дополнительных финансовых затрат. Пока же участники аварии, которая произошла накануне в Адлере, остаются в больницах в Сочи. Сегодня их навестил мэр города. В детской больнице сегодня остаются два ребенка. Брат и сестра пяти и четырех лет. Малышам сегодня намного лучше. Их в жизни ничего не угрожает. Вот только у девочки глубокие порезы на лице. Но врачи делают все возможное, чтобы у ребенка не осталось от травмы и следа, в том числе от травмы психологической. Всего в микроавтобусе, который вез на экскурсию туристов, оказалось трое несовершеннолетних. Одного ребенка госпитализировали в краевую больницу. В Краснодар на вертолете санавиации эвакуировали и женщину. В сочинских больницах остается 19 человек. Лежат пострадавшие в самых разных отделениях, в том числе в нейрохирургии. В целом все травмы у туристов характерны для ДТП. Переломы, ушибы и сотрясения головного мозга. Оказался в микроавтобусе и один сочинец. У экскурсовода перелом лопаток и ключицы. Как и всем пострадавшим, Андрею Замесину глава города предложил свою помощь. Никакой инвалидизации не будет. Он будет активным, трудоспособным человеком. Придется теперь только время просвещать. Буду гостей города и дальше в область. Чем помочь, скажите? Я не жалуюсь. Все нормально. Спасибо. Ребенок пойдет в муниципальную школу, в детский лагерь. Все хорошо. Гостей города Анатолий Пахомов также заверил, что решать организационные вопросы самим, в том числе с заменой билетов и переносом брони оплаченных гостиниц, им не придется. Я уверена могу сказать, что врачи сделают все для того, чтобы как можно быстрее наши участники дорожно-транспортного происшествия выздоровели и либо продолжили отдых, который мы обязательно им предложим в городе Сочи, чтобы компенсировать все то, что не смогли доотдыхать, либо мы будем оказывать сельское содействие для того, чтобы они поехали домой. Со стороны наших больных, которые попали после дорожно-транспортного происшествия в больницу, вообще претензий нет. Только благодарности врачам. Эти все вопросы мы возьмем на себя вместе с транспортной компанией, с туристической компанией. И я объяснил, что каждому из них позвонит наш сотрудник управления по курортам, уточниться по проблемам, которые могут возникнуть, и эти проблемы мы будем их решать. Поэтому люди успокоились. Всего после ДТП с участием автобуса и микроавтобуса с туристами был госпитализирован 21 человек. Звонок в скорую поступил в воскресенье в 8 часов 12 минут. Необходимое количество бригад скорой медицинской помощи на место происшествия прибыли в течение получаса. Мы провели тщательный анализ работы и скорой помощи, и работы приемных отделений наших стационаров. То есть те 19 бригад, которые отработали в процессе ликвидации последствий ДТП в Адлере, отработали все без замечаний, но отлично. У нас были соблюдены все стандарты оказания помощи. И в соответствии с поручением губернатора Краснодарского края, Министерством здравоохранения, организована координация медицинской помощи здесь, на территории города, курорта Сочи. Проверку по факту ДТП полиция еще проводит. Но по уточненным данным уже известно, что водитель микроавтобуса «Мерседес», в котором находилась большая часть пострадавших, не предоставил преимущества в движении автобусу «Ютонг» и выехал на перекресток, после чего произошла авария с последующим опрокидыванием. «Мерседеса». Ольга Десятого, Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания, ФКТ. Жители нескольких улиц Сочи больше суток оставались без света. В пятницу в связи с повреждением кабельной линии в районе улиц Свиноградной и Политехнической не было электричества. Восстановительные работы были организованы только после того, как подключились администрация и прокуратура. Об этом сегодня шла речь на планерном совещании у главы города. Больше суток в жару эти дома оставались без электричества. Не работали холодильники, кондиционеры и не было горячей воды, так как в этих домах стоят котлы. Некоторые жители на это время уехали к родным и знакомым в другие районы. Те же, кому просто некуда, подняли тревогу. Сначала звонили в Кубанинерго, но оказалось, что за эти сети компания не отвечает. Это долго все происходило, потому что не могли понять, откуда это. Кто за это отвечает, кто это должен делать. Было как-то непонятно. Застройщик 123-3 виноградный, он лично звонил и решал этот вопрос. Я понимаю, что ему, наверное, звонили люди. И он лично, я знаю, что не спал сутки и решал этот вопрос. С Кубанинерго они не могли понять, кто за это отвечает. Эти энергообъекты действительно не находятся в зоне ответственности сочинских электросетей. Ответственность за их эксплуатацию и ремонт полностью несет собственник Александр Акопов. Специалисты Кубанинерго все-таки помогли застройщику определить место повреждения кабеля, но организовать ремонт своими силами Акопов не смог. Кабель находится под несколькими слоями бетона. К делу подключилась городская администрация. В итоге все работы выполнили специалисты электросетей. Свет в домах появился в субботу вечером. Убытки на ремонт кабеля будут взыскиваться застройщика через суд. О проблеме частных линий говорил сегодня и глава города на планерном совещании. Анатолий Пахомов отметил, что эти вопросы под свой контроль должны взять специалисты Кубанинерго, поскольку они подают электричество в дома. Нужно иметь полностью проинвентаризированные сети, вывести сети, которые не являются без хозяина, либо нет, с хозяином, но не у Кубанинерго. Вы включили кабель, если он негодный, почему он все-таки судом, не судом? Но свет-то вы подаете, если подаете по не тому кабелю, который у вас не стоит на балансе, нажбить тревогу, они не бьют. Это же безобразие. Такая же ситуация и в отношении сетей водопровода. Анатолий Пахомов на днях проведет совещание с участием всех специалистов, ответственных за эти вопросы. Еще один вопрос, который должен быть решен – ямочный ремонт дорог во всех районах. Дорожникам на завершение всех работ дано 10 дней. А что вопросов не вызывает, так это организация летнего досуга детей. В Сочи работают 147 площадок нашего двора и 43 профильных лагеря. Проводятся туристические походы и экскурсии. А с 14 июня будет организовано и купание в море. Уже сейчас в летней занятости задействовано почти 5000 юных сочинцев. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Собственник самостроя в Сочи приступил к сносу своего объекта, иначе участок изымут. В апреле 2017 года Аида Бязрова получила разрешение на строительство частного дома на одну семью. Площадь застройки по документам должна была составлять чуть больше 67 квадратных метров. Однако спустя три месяца во время внеплановой проверки администрация города обнаружила – разрешенные параметры превышены почти в три раза. Сразу же был подан иск о сносе незаконного объекта. В январе 2018 суд принял решение – снести. В апелляционной инстанции это решение оставлено без изменений. Но застройщик не спешил добровольно сносить дом. В администрации было инициировано исковое заявление об изъятии земельного участка, который находится на стадии рассмотрения. Также заявление было по одному федеральному служению следственных приставов об изменении порядка и способа исполнения решения суда. Но, как мы видим, застройщик не стал дожидаться этого, ни изъятия земельного участка, ни чтобы администрация организовывалась посредством привлечения организации, а самостоятельно решил снести объект, чтобы сэкономить свои средства и попытаться сохранить земельный участок. Квартиры в этом доме, согласно сведениям из госреестра, проданы не были. Однако есть и такие застройщики, кто отказывается исполнять решение суда. В таком случае дом будет снесен силами подрядной организации, которую привлечет муниципалитет. Сейчас такие работы ведутся на улицах Перелетной, Нижнеемеретинской и Хуторской. Оплачивать эту работу застройщикам все равно придется. Иначе они будут лишены земли, на которой расположен самострой. Развитие искусственного интеллекта и глобальная перестройка мировой экономики. В Санкт-Петербурге завершился Международный экономический форум, где главным событием стало пленарное заседание с участием президента России. Конечно, развитие страны невозможно представить без регионов. Краснодарский край подписал важные для себя соглашения на миллиарды рублей. Наши коллеги с подробностями из северной столицы. Типичная картина для обеденного времени. В самом сердце инвестиционного ресторана на кухне – суматоха. Повара и кулинары еле успевают выдавать блюда в зал. Шеф-повар ресторана Сергей Резников, хоть и в деловом костюме, тоже принялся помогать персоналу. Пока на кухне все суетятся, столики в ресторане продолжают занимать инвесторы. Какое блюдо сегодня самое популярное в инвестиционном ресторане? На сегодняшний день, так как Кубань является житницей, самое популярное блюдо, которое мы приобрезли два года назад, и третий год мы его продаем – это козленок, который мы делаем в особых травах, с особыми кубанскими специями, и которые пользуются популярностью. Люди, которые приходят, вспоминают его, как они ели год назад, как ели два года назад. На сегодняшний день мы предложили новинку – это котлеты из азовской щуки, которые пользуются не меньшей популярностью, чем наш козленок. Вино, фермерские сыры и свежие только с грядки фрукты – все с кубанским колоритом. Такие инвестиции со вкусом в ресторан приходят попробовать с целыми делегациями. Кстати, прославленного козленка решили продегустировать и гости из Словакии. Параллельно с этим на площадках форума деловая жизнь набирает обороты. График губернатора Кубани сегодня был расписан буквально по минутам. Так, Вениамин Кондратьев встретился с главой Сбербанка Германом Грефом, чтобы обсудить дальнейшие пути развития, особенно важных направлений для региона. Подписания и соглашения шли друг за другом. Одно из них касается благоустройства Геленджика. Документ, в котором сегодня свои подписи поставили губернатор края Вениамин Кондратьев, мэр Геленджика Алексей Богодистов и директор Единого института развития в жилищной сфере Дом РФ Александр Плутник, фактически подразумевает комплексное развитие курортного города. По мнению Вениамина Кондратьева, благодаря этому соглашению, в Геленджике можно будет говорить как о всесезонном курорте. Набережная обновят и даже увеличат ее протяженность. Также в городе появится новый парк. Соглашение о благоустройстве подписано в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Центральным событием этого дня, как, впрочем, всего экономического форума, стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Глава государства остановился на проблемах мировой экономики. Выступление российского лидера также не обошлось без темы реализации национальных проектов. Наша задача в ближайшие годы – не только войти в пятерку крупнейших экономик мира. В конечном счете, это не самоцель, а только средства. Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей. Исходя из этого, мы сформировали и национальные цели по росту экономики и доходов граждан. Путин призвал власти на местах активнее привлекать частный капитал в нацпроекты. По словам главы государства, реализовать эту просьбу можно, пользуясь разными механизмами. Набранный высокий темп экономического развития Кубани привлекает бизнес, и здесь нужно идти навстречу. Именно поэтому создаются дополнительные стимулы для привлечения инвесторов. С давним зарубежным партнером края, заместителем председателя совета, учредителей концерна КЛААС Катрины КЛААС, глава региона, встретился на площадке Петербургского экономического форума. Этот саммит знаковый для компании. Именно здесь три года назад был заключен первый в стране специнвестконтракт. Благодаря ему КЛААС успешно развивается на Кубани. Вениамин Кондратьев отметил, что в прошлом году компания, как российский производитель сельхозтехники, получил более миллиарда рублей субсидий. Губернатор обратился к руководству компании с предложением открыть серийное производство тракторов, в том числе малой и средней мощности. Такая техника востребована на российском рынке. Мы уже говорили, еще раз хотел бы сказать о том, что нас сегодня интересуют тракторы малой и средней мощности, которые очень нужны сегодня агропромышленному комплексу нашего региона, нашим сельхозтоваропроизводителям. Около 70% тракторов ежегодно в наш край приводится из других стран, различных стран. Но мы бы хотели иметь очень надежного партнера по производству тракторов малой и средней мощности в нашем регионе. Естественно, как и по принципу сегодня комбайнов, соответствующим обслуживанием техническим, и гарантией того, что производитель этих тракторов здесь, в нашем регионе, что позволяет нашим сельхозтоваропроизводителям делать выбор в сторону компании Кла, что касается комбайнов. Да, у нас есть планы по расширению производства, по привлечению в дальнейшем инвестиции, и мы заинтересованы во внедрении новых продуктов. Такими планами делятся и другие инвесторы. Кубань все чаще становится площадкой для открытия новых производств крупных международных компаний. К слову, в прошлом году регион продемонстрировал большой рост по иностранным инвестициям, которые увеличились в четыре раза. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 11 июня в Сочи малооблачная. Температура воздуха ночью плюс 22, плюс 24. Днем 29-31 градус выше нуля. Температура морской воды плюс 22. На границе с Абхазией задержана иномарка с рыбой. Восемь замороженных тушек общим весом в 55,5 килограммов были спрятаны в тайнике в багажнике. Их обнаружили при проверке машины на въезде в Россию. На товары автомобиль наложен арест. Образцы рыбной продукции направлены на экспертизу. В этот же день в багажнике другого автомобиля, следующего из Абхазии в Россию, таможенники нашли 26 свертков замороженного копченого мяса общим весом более 60 килограммов. Этот товар также изъят. Торговые павильоны рядом с пляжами Лазаревского района ждет тотальная проверка. Об этом стало известно во время осмотра территории главой Сочи. Готовность к курортному сезону уже проверена в Адлерском, Хостинском и Центральном районах. Лазаревский оставили напоследок. Самый большой район курорта традиционно принимает массу туристов. Но вот дойти до моря отдыхающим бывает сложно. Мешают припаркованные на узких улицах машины. А ведь в преддверии купального сезона антитеррористическая комиссия города приняла решение запретить подъезд транспорта к пляжам. Разрешен въезд только машинам, доставляющим товары в прибрежные кафе и магазины. Но делать это можно ночью или рано утром. Днем дорога должна принадлежать только пешеходам. Для этого глава города предложил установить специальные столбики или шлагбаум на пульте управления. Сделаны замечания. Я думаю, что на это я дал 3-5 дней максимум. Мы еще раз проверим, как подготовились к антитеррору. Вот эта улица, она должна быть всегда свободной, а не тогда, когда там глава только находится. А они пока к этому не готовы. Как в принципе, не были готовы Дагомыс и не был готовый ЛАО. Сегодня же большая часть автомобилей – это машины местных жителей, которые вместо гаражей оборудовали на своих участках ларьки. Глава города потребовал разобраться, насколько законен такой бизнес в свете. Это земли ИЖС, налог за частный до небольшой, а пенсионеры в Сочи и вовсе от него освобождены. Но это в случае, если на участке просто живут. Если там ведется торговля, то площади надо переводить в другой статус для коммерческого использования и платить налоги. В течение двух недель межведомственная комиссия сверит реальное количество павильонов с официальной картой дислокации. К работе подключатся также земельный комитет и пожарный надзор. Встретились с юным поколением. Научные сотрудники Кавказского заповедника во время обследования территории встретили маленького зубрёнка. Специалисты Восточного отдела заповедника на лошадях обследовали участок в районе кордона Умпырь. Когда возвращались назад, в 10 метрах от тропы, инспекторы заметили зубрёнка нескольких дней от роду. Малыш несколько секунд постоял, а затем бросился на утёк. Такое поведение зубра вполне предсказуемо. Этот зверь довольно пугливый. Встреча произошла на тропе охранного значения, куда доступ туристов запрещен. Однако шанс встретить зубра на туристических маршрутах довольно велик, подчеркивают сотрудники заповедника. Особенно ранним утром. Ну а в Сочи высадился звёздный десант. На курорте открылся кинотавр. Селебрити прошли по красной дорожке, а в зимнем театре состоялась церемония открытия юбилейного 30-го кинофестиваля. Тогда, 30 лет назад, отец-основатель кинотавра Марк Руденштейн ещё выбирал, где проводить кинофестиваль в Крыму или на Кавказе. Победил в Сочи. Ну а место проведения вообще показалось идеальным. Гостиничный комплекс находится на берегу моря. Зимний театр и театральная площадь, которая, конечно же, в былые времена собирала гораздо больше поклонников отечественного кино. Но приходят посмотреть на кинозвёзд, посмотреть на тех, чьим словам с экранов верят и кого любят. Артисты по традиции начинают дефили от Гранд-отеля, позируют перед объективами фотокамер, демонстрируют вечерние наряды в 30-й день рождения кинотавра. Я считаю кинотавр самым солидным, самым правильным, самым престижным российским кинофестивалем. Это очевидно. Безусловно, конечно, он уже подтвердил своё право на жизнь, дальше только масштабы. Несколько лет фестиваль был даже международным. Сочи помнит приезд Дольфа Лунгрена, Жан-Кот Ван Дамма, Арнеллы Мути. Но сегодня красная дорожка по праву принадлежит только звёздам российского кино. В этом году в конкурсную программу попали 15 кинолент, в том числе «Мысленный волк» Валерия Гагерманики, которая, несмотря на свою беременность, прилетела в Сочи лично представить картину. Кинотавр традиционно собирает артистов, режиссёров, журналистов, которые первыми знакомятся с новинками российского кинематографа. Я с удовольствием буду всё это смотреть, с удовольствием огромным. Потому что это единственная площадка фестивальная, на которой не интересуют споры, меня, доли, рейтинги. Абсолютно не интересуют. Здесь интересуют художественные достоинства картины и эксперимент. И понятно становится, куда движется кино. Мне кажется, что здесь каждый год, уже многие годы происходит праздник кино и очень много хороших фильмов. Не знаю, за последние годы я именно здесь смотрю какие-то самые интересные российские премьеры. Наверное, не приехал бы, если бы всё-таки я не почувствовал, во-первых, что ничего, что всё-таки кино начинает меняться у нас. А для сочинцев и гостей курорта традиционно работает зал под открытым небом. Каждый день кино на площади, начиная с 22 часов. Сколько было фильмов разных, сколько было мнений, так и должно быть. Потому что всё-таки искусство отражает и историю, и действительность сегодняшнего дня. И каждый из нас выносит что-то своё. Но мы всегда ставим себе понимание добра и зла, как нам идти в этом мире и какой-то другой шагать. В Чури кинофестивале в этом году возглавил Константин Хабинский, который пообещал судить работы по таким критериям, как красота, содержание, талант, любовь и созидание. Он отметил, что у сочинского форума есть свой характер, своя точка зрения и своя правда. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи прошёл фестиваль корейского кино. Он состоялся в рамках Года корейского кино в России. Фестиваль прошёл в Летнем театре имени Фрунзе. На площадке около театра гости смогли принять участие в различных мастер-классах. Например, познакомиться с уникальной системой письменности «Хангэль» или примерить национальный костюм «Ханбок». Сочи – это для корейцев известный город, потому что здесь проводили зимние олимпийские игры. И после этого у нас в Корее пенчанские олимпийские игры были. И поэтому мы хотели бы как в Сочи что-то ещё увеличить сотрудничество. Открыли фестиваль корейского кино национальными танцами. И с показательным шоу выступили и сочинские спортсмены. Тхэквондо – это традиционное корейское боевое искусство. Ну а после зрители смогли оценить картины корейских режиссёров. «Прощай одиночество» и «Анархисты с колонии». Фильмы показали на корейском языке с русскими субтитрами. Премьера в сочинском цирке. Гия Эрадзе привёз на побережье обновлённое шоу «Баронеты». Первый показ нового представления прошёл с аншлагом. В финале шоу зрители аплодировали стоя. Чем удивляли артисты сочинцев и гостей курорта, расскажет Ольга Десятого. Более трёх миллионов человек уже стали зрителями шоу «Баронеты» в 25 городах России. Проект, завоевавший более 20 международных наград, теперь и в Сочи. Гия Эрадзе привёз шоу на побережье, дополнив его двумя новыми номерами, подготовленными специально для курорта. Первый – это «Журавли» – обновлённая версия воздушного полёта из советского цирка. Второй – «Золотые рыбки». Манеж превращается в гигантский аквариум. Гимнастки попадают в сети и под куполом цирка выполняют головокружительные трюки. «Номер готовил я специально для Сочи, потому что это морская тематика, это рыбки, это какие-то морские обитатели, это вода, это корабль». Неповторимый стиль Гии Эрадзе читается в каждом номере. В манеже 120 артистов в шикарных костюмах. Трюки на грани фантастики. Вот Татьяна Махортова в образе невесты грациозно вращает 40 кулахупов, балансируя на шаре. А это победители «Минуты славы» – силовые акробаты, братья Варданян. Шахматные короли исполняют уникальный трюк – стойку на кинжалах. Шоу «Баронеты» – это и новое слово в дрессуре. Медведи скачут верхом на коне, а хрупкие девушки демонстрируют искусство джигитовки на бешеной скорости. Уникальный аттракцион Людмилы Сурковой. Принцесса цирка отважно входит в клетку с 11 хищниками. Трюк, допустим, с качелями, его исполняла, в первый раз его исполнила Ирина Бугримова. Конечно, этот трюк нужно сохранить. И есть, конечно, трюки, которые не повторяет в мире вообще никто. То есть игры на крутящихся тумбах спонтанными – это наша идея, это мы воплотили. В перерывах между номерами зрителей развлекает дуэт клоунов, долли и домино. Трехчасовое шоу смотрится на одном дыхании. Очень люблю продюсерский центр «Ги и Радзи». Все его программы просто потрясающие. В Питере мы смотрели «Бурлес», но это еще круче. Костюмы потрясающие. Сценарий, режиссура. Ге и Радзи – это сверхчеловек в моем понимании. Номера все продуманы до мельчайших подробностей. Но вот получаю массу-массу удовольствий. В финале представления на манеже артисты появляются под песню в исполнении Филиппа Киркорова, записанную специально для шоу «Баронеты». Премьера в Сочи прошла при полном аншлаге. Зрители аплодировали стоя. Новое шоу в сочинском цирке можно увидеть до конца лета. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радзист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok